Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с вами поиграем сегодня в игрушечку под названием Before We Live. Стратегия, выполненная в жанре градостроительного симулятора, где мы будем исполнять роль величественного императора и проведем отличное время прямо перед нами. Начнем с новой игры, без обучения, без всякого... Ну, здесь обучение как бы уже и так есть, поэтому ничего страшного. А настройка сложности что, она не хочет со мной настраиваться или что? Или что? Почему-то она не хочет... А, изначальной установки сложности, типа если... А, обучение, если я включаю, значит оно априори будет не особо высоким. В прошлом человечество спустилось в бункеры, чтобы спастись от постигшей галактику катастрофы. Лишь сотни лет спустя, когда уже позабыта была причина случившегося, люди снова вышли на поверхность. Утратив все, кроме отрывков своей истории и группит знания, они вновь начали строительство цивилизаций на возрожденной планете. Щелкните, чтобы начать. Время пришло, спустя долгие годы ваши люди вышли из подземного убежища на поверхность планеты. Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы перемещаться по своему новому дому. Правую кнопку мыши перемещаться. Приближайте средней кнопкой мыши. Так, понятно, все ясно. Все очень просто, все очень ясно. Деревню строить будем. Обустроим людей, построив дороги и хижины. Все постройки должны располагаться рядом с существующей дорогой. И как только я завершу строительство, можно щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы отменить выбор постройки. Понял, принял. Так, дорога. Это что такое? Это я могу где построить или что? Перемещать камеру можно, используя ВАЗТ. ВАЗТ это хорошо. Ну давай, короче, дорога будет... Ну зачем ты так сделал? Дорога у нас будет располагаться в ту сторону. Или нет? Нет, давай в ту сторону, в ту сторону дальше. Где-то отсюда. Вот сюда. Вот сюда. Криво дорога пошла, короче. Ладненько, давай вот здесь вот дом построим. Повернуть камеру можно, используя клавиши QE. И вот так вот. На колесико, классно. На колесико удобно очень поворачивать. Но на QE... Да кому как, короче. Я буду использовать и то, и другое. Время от времени. Построить три хижины. А, это что такое? Жилье и развлечение. У меня есть хижина. Здесь можно поселить людей. Здесь создаются запасы еды. И питья. Здесь будут ждать люди, у которых еще нет работы. И которым не хватает еды и питья. В целом, в целом ясно. Могу построить... А, ну вот здесь вот вдоль дороги буду строить. А это что такое? Не знаешь? Нет, давай вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Хорошо. Бегают человечки. Что-то строят. Что-то интересное происходит. А есть здесь что-нибудь такое, чтобы можно было это замутить на превьюшку? Не знаешь? Нет? Но пока что я этого не вижу. Сразу скажу, что это не прохождение. Пока что еще не прохождение. Если вам понравится, будет прохождение. Если нет, то это будет просто как бы... Это просто пилотный выпуск. Пилотная серия. Отлично, убежище, медленно производит еду и питье. Но вам нужно больше и быстрее. Договорились. Разбить два картофельных поля, построить колодец. Здесь у нас с тобой есть поля-колодцы. Картофельное поле. Но картофельное поле должно быть ближе к воде, наверное, да? Вот с этой стороны и пусть будет. Два картофельных поля. Хорошо. Колодец должен стоять где-то... Я так думаю, что где-то вот здесь, в нейтральном... Да и вот здесь будет стоять колодец. Пусть будет здесь. А вот здесь будет еще картофельное поле. Или вот здесь дорога будет. Я не знаю пока еще. Сейчас решим. Пока неизвестно все это. Погоди. Еще рано думать нам с тобой о будущем. Нужно... Нужно жить настоящим. Картофельное. Новый ресурс. Теперь необходимо... Что такое? Извини, извини. Сейчас я прям... Оп. Кошачий волос уберу. Теперь необходимо построить лесопилку. Чтобы начать добывать древесину, разместите ее у деревьев. Лесопилку у деревьев, чтобы получать древесину быстрее. По-хорошему, тогда лесопилку вообще нужно было бы располагать вот здесь. Правильно? Да, да, вот здесь. Прямо рядом с домом. Спать будет некомфортно, а так в целом неплохо. Давай я кое-что сделаю. Сейчас я зайду в настройки. Изменю немножечко звуки вот сюда, потому что уж больно громко. Больно громко. Сюда и вот это вот сюда. Сохранить, закрыть и выйти. Потому что я себя не слышу. Вечная проблема моя. Я не слышу самого себя. Где у меня ресурсы? Десять древесины, восемь инструментов и ноль камней. Теперь вашим людям понадобится помощь, чтобы восстановить знания предков. Иначе им не выжить. Постройте хижину исследователей, чтобы собрать предметы из обломков древних технологий. И библиотеку, чтобы изучить и сохранить древние знания. Короче, мы с тобой хижину исследований и библиотеку строим. А куда ее по-хорошему надо делать-то? Куда ее строить надо? Пусть на путь здесь. А вот эти деревья, они вырубятся когда-нибудь? Да, смотри, вырубаются. А вот это дело должно... Ну вообще по-хорошему вот сюда бы ее поставить. Или вот сюда. Ну вот сюда, вот, да. И будет хорошо, но... Не нравится мне, что у нас здесь есть. Пока что вы не можете это снести. Но я что ли виноват в этом? Рубите вот эти деревья, пожалуйста. Рубите вот эти деревья, пожалуйста. Можно побыстрее как-то ускорить время, чтобы они бегали, бегали, бегали быстрее немножечко? А то больно это долго, человечки рубят вот этот лес. Мне вот эта ячейка не нужна, я хочу здесь дорогу поставить, а вот сюда построить, точнее, а вот сюда вот поставить библиотеку. Так же можно, да? Я думаю, что да, потому что, ну как иначе-то? Иначе-то никак. Все я верно говорю. А здесь еще камень. А камень-то у нас не добывается. Поэтому, наверное, у нас не выйдет сейчас ничего такого сделать. Да, так что давай-ка мы библиотеку не будем дурить и поставим рядом с картошкой, с картофельным полем. Ну, человек идет копать картошку, а потом читать книжки. После строительства колодца у вас закончился камень, и теперь нельзя достроить библиотеку. Это надо исправить. Используйте инструмент сноса, чтобы разбить булыжники и получить необходимый камень. Угу. Тяжелый труд, вам придется подождать, пока люди закончат работу. Хорошо. Пусть сносят, я никуда не тороплюсь. Строительство деревни. Отлично, теперь у вас достаточно камня, и вы также можете сносить мешающие леса, но помните, что они не вырастут снова. В отличие от тех, которые срубают дровосеки. Сносите ровно столько, сколько нужно для расчистки места под постройку. Полезный совет. При строительстве новых дорог и сносе вы сможете перемещать курсор, удерживая кнопку мыши, чтобы построить длинную дорогу, или расчистить область из нескольких клеток. Хорошо. Тогда все ясно. Хорошо. По хорошему дорогу вот так вот просто пробурить и наставить там всего, что только хочется. Дождаться, пока завершится строительство библиотеки. Ммм. В два раза быстрее. Это не то. Но там тоже не кликается. Слушай, а на какую кнопочку увеличивается время? Теперь, когда деревня построена, пора бы задуматься о более серьезной цели. Исследование мира на корабле. Помимо прочего, для строительства корабля вам понадобится больше инструментов. Поблизости находится древнее металлическое устройство. По легенде, оно может превращать одни вещи в другие. Возможно, оно поможет. Возможно, и поможет. Кто бы знал. Ну, давай-ка мы времечко поставим обратно на единицу. Преобразователь. Ммм. Хм. Инструменты делает из инструмент... Ой, инструменты делает из древесины. Постройка активна. Следовать. Харам. Так, и чего? Я должен туда древесины напихать? А, дорогу надо туда построить. Но это без проблем. Давай поставим дорогу. Где она есть-то? А, дорога-то на R. Дорога R. С портами убежищем. Подожди-ка, а что, я так не могу, что ли, делать? На H. Ща, 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 пусть ломает. Не то нажал. Вот здесь. Не, это здорово, конечно, но я хотел еще вот этот вот сломать. Блин, ну ты понимаешь, сколько, сколько я потратил сейчас деревьев? Хотя, с другой стороны, мне нужна дорога. И делать нечего, будем ломать здесь. Видишь, какая красота? Дорога есть. Могу сделать инструменты. Эбби направляется на работу преобразователь. Большой молодец, Эбби, или большая молодец. А, это что такое? Это какие-то капсулы с радиоактивными отходами, или что? Преобразователь, чтобы создать инструменты. Но они создаются, время-то идет. Правильно, идет же. Да, Эбби старается изо всех сил. О, пошло-поехало. Пора углубиться в книги, и теперь у людей есть доступ только к только что построенной библиотеке. Им нужно научиться собирать камень и другие полезные ископаемые. Без этого корабля не построить. Хорошо, давай-ка. Но сначала давайте изучим настройки скорости игры. В левом верхнем углу я уже научился. Камень важный ресурс. Его можно добывать возле горных клеток на возвышенностях. Но сначала туда нужно добраться. Изучите подъемники и построите один из них у утеса. Давай построим у утеса подъемник. Времечко поставим обратное. Четверочка, троечка. Нет, подожди. Где здесь... А, изучить библиотеки. Ага, понял. Это что такое? Зеленые исследования. То есть зеленые исследования сами там из чего-то делаются, я так понимаю, да? Подъемник. Исследовать. Ну быстро хочу заметить. Пошло-поехало. Отлично. Постарайтесь разместить подъемник так, чтобы получить доступ к максимальной площади на возвышенности, а также к горам и ржавым гигантам наверху. И не забудьте, даже к подъемнику нужно провести дорогу, иначе вы не сможете его построить. Не забывайте пользоваться преобразователем, он поможет изготовить инструменты, если вам их будет не хватать. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, получается, здесь вот по-хорошему нужно поставить подъемник. Да, вот здесь. Чтобы был доступ и вот к этой хрени, и вот к этой хреновине тоже. Это что такое? Камень. Камень. Угу. Гигантские остатки древних. И гора булыжников. А это что? Это... А, это техно... Это технологии. Ничего себе. А это что? Ржавый гигант. Ну, то есть, по-хорошему-то вот, да, вот это самое... Хотя... Хотя... Хотя, что я гоню-то? Вот сюда вот вообще по-хорошему пригнать. И построить дорогу. Я жду, когда он, наконец, сломает. Все, и только недель. И вот здесь построим подъемник сейчас. На звездочку. Подъемник. Подъемник будет здесь. Так, он в стадии строительства. Могу здесь? Да, могу дорогу строить. Так что ничего страшного не происходит. Ребятки бегают, трудятся, строят подъемник, который будет нам в будущем служить верой и правдой. Изучение древних знаний. Теперь вы можете добраться до Нагорья. Далее нужно выяснить, как ваши люди могут добывать камень. Хорошо. Хорошо. Давай. Изучить горное дело в библиотеке. Без проблем. Горное дело. Исследовать. По-хорошему... А, ничего... Ёшкин кот. Ты смотри, как много здесь всего. Человечков у меня достаточно, да? Короче, все сообщения можно открыть журнал обучения и почитать. Пора построить каменный карьер. Внимание, карьер должен находиться не только рядом с горой, но и рядом с дорогой. Так что, возможно, вам придется провести дорогу от подъемника к горе, где вы хотите добывать ресурсы. Карьер также загрязняет окружающую местность. Загрязнение влияет на то, насколько счастливы люди и как эффективно они работают. С умом выбираете места, где строите здания, загрязняющие природу. Хорошо. Ну, давай дорогу поставим... Вот так, да, дорогу сделаем? Что это значит? А, маркер обучающей игры, я понял. Теперь берем вот эту. Берем, делаем карьер. А карьер нужен... А, карьер... То есть карьер должен быть прям вот прям вот, типа вот прям должен быть. По-хорошему-то он должен быть вот здесь. Ммм, блин. А чем... А, она занята камушками. Ну, давай-ка тогда необходимо что строить? Рядом с этим объектом. Да я понял, что с этим объектом нужно строить. Значит, я поторопился, да, с дорогой-то. Ой, не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А как отменить? Пауза. А... Как отменить это действие? Я не хочу, чтобы там ломали всё. Следовать... Следующая постройка... Ммм... Видать, не как, да? блин досадно я чё-то сломать ее решил зачем-то сначала нужно поставить карьер ну-ка что такое ну что такое и карьер будет стоять ладно пусть здесь стоит дорога будет здесь и вот здесь карьер пусть строится а это что это ржавые обломки а к ним тоже скорее всего нужно подогнать но сейчас сделаем сейчас сделаем все а вы знали что леса постепенно устранять загрязнения соседних ой извини 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 соседних клеток я да я предполагал что они устраняют загрязнения и так ваши люди добывают камень вскоре вы сможете отправиться в плавание открыть скрытые земли чтобы найти их вам нужно отремонтировать древние устройства с их помощью можно будет отправиться в плавание старый корабль на берегу я понял понять понял прочитал погано мне не понравилось как я прочитал ремонт исследуем теперь и можно получить чё получить можно получить инструмент время летит инструмент делается древесина уходит великолепно чтобы отремонтировать корабль понадобится много людей и ресурсов для выполнения необходимых работ нужно чтобы население вашей деревне росло чтобы наше население росло получать нужно ставить дома новые а вы знали что постройки получают бонусы и штрафы в зависимости от того что находится рядом к примеру есть построить рядом две хижины они будут вмещать больше людей а если построить рядом с хижиной колодец вода в нем будет накапливаться медленнее интересно слушать интересно размещая постройку вы можете увидеть список всех потенциальных бонусов бонусов бонусы для свой для уже существующего здания можно увидеть щелку щелкнув по нему где бы он а вот бонусы плюс один человек ничего себе поле и колодцев это что такое куда стреляешь что что такое делается население и поселить 25 человек но это несложно здесь нужно просто-напросто дома строить общежития как бы в целом то это несложно то есть этой стороны у нас агрономия находится а вот здесь блин нужно по-хорошему по-хорошему то снести хоть что-то блин вот это вот нет это я не хочу сносить знаешь что нужно сносить не надо ничего сносить мы с тобой сделаем вот что вот сюда поставим дом и вот сюда поставим дом и посмотрим что получится сколько человеков будет сейчас блин 20 на 20 не страшно можно еще вот сюда поставить на что ты тут а вот сюда дорожку поставить построить и уже здесь здесь уже можно будет строить что хочешь то есть и поля и луга и все подобное 24 хорошо давай еще один построим дом в этом нет ничего криминального как бы это просто делается все готово все поселились жену чего у нас недостаточно с тобой питье вообще всего недостаточно ну давай смотрите-ка сколько всего собрали ваши люди давайте изучим технологии построим склад в котором будут храниться дополнительные ресурсы обратите внимание для строительства склада нужны две клетки хорошо договорились давай изучим склад и построим склад не на то нажал склад изучается но нам с тобой нужен нужно поле желательно вот тогда хотя еще можно здесь дорогу построить ничего страшного не произойдет и еды будет достаточно но более чем я думаю так склад готов ну склад давай поставим до складку они сюда поставим типа от него хуже то не быть вогуляют вогули ваня топ пляшут там наверно танцуют музыка играет во все эти во все окна во все все соседи слушают деревяшек маловато нужно еще нужно еще построить одну лесопилку а куда бы я засандалить не сюда нельзя нужно поставить там где нужно построить там где есть что-то где 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 нет дороги то есть вот это я снесу построю дорогу его тут вот где-то поставлю лесопилку то есть ну явно будет гораздо продуктивнее это все дело так нет подожди по создание инструмента выберите какие ресурсы хранить на складе у складов ограниченная вместимость чем больше типов ресурсов выберите тем меньше количество каждого ресурса будет хранить на складе хорошо но давай будем хранить вот эту вот камень вообще думаю что нужно хранить булыжники в первую очередь булыжники это что такое нужно хранить картошку и воды тоже я сейчас поставлю еще один склад ой этот колодец и будет еще воды побольше вы уже так близко к тому чтобы отремонтировать корабль и вам нужно более нужен более нас надежный источник инструментов чем преобразователь пора отыскать на на горе и залежи железо хорошо но а чё их отыскивать так ну вот тут вот мы поставим с тобой лесопилку да не 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 все это ерунда а вот здесь поставим лесопилку лесопилку ж говорю ну да вот да вот тут поставлю лесопилку чё ж нет то тупик все равно какая разница здесь ничего полезного больше нет металлообработку надо изучить металлообработка изучает все же могу сделать пусть поскорее изучается колодец надо еще один при сандалите металлообработка изучена а вы знаете что на карточке выбранной постройки есть кнопки позволяющие изменить приоритет получения ресурсов и работников или полностью приостановить производства нет нет не знал теперь знаю но я этим пользоваться пока не буду потому что потому что это сложновато гонять смотри как носится куда туда брат туда брат носится не забывайте пользоваться преобразователем чтобы изготавливать инструменты точно 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 слушай даже я чё-то подзабыл ну-ка досок вагон досок вагона это радует у людей еще пить нужна нам вода воды поставим вот да вот сюда наверное воды поставим и вот здесь можно будет дорожку присандалить чтобы превратить железо в инструменты вам понадобится железо плавильное и инструментальные заводы это особой постройки которым нужна энергия по счастью рядом с городом на люди нашли генератор отремонтируйте разрушенный генератор а затем построить и железо плавильные инструментальные заводы пока стройка не будет завершена вам придется использовать пользоваться преобразователем для создания инструментов. Хорошо. Хорошо. Ну, давай заранее, чтобы побольше их было у нас с того инструментов этих. Натыкаем туда. Это что такое? Разрушенный генератор. Ремонт. А, то есть он работает на вот этой вот площади, что ли? Грустно, блин. А это что такое? Загрязнение. А, то есть вот этот дом находится под каким-то воздействием. Ну, грустно, конечно. А что ж поделаешь? Так, вырабатывает он у нас с тобой электроэнергию. Железоплавильный завод. Давай сюда поставим. И вот этот завод тоже вот сюда поставим. А почему бы нет? Надеюсь, им будет хватать электричества и всего, что только можно. Энергии вот этой то есть никакой проблемы не возникнет. Еды, воды много, смотри. Людей тоже куча. 28 человек живет в моей деревне. В этой маленькой деревушке кипит жизнь. Давай посмотрим, каким образом вы можете управлять поселениями и жителями. Щелкните по кнопке открывающей панели информации об острове. Это большая зеленая кнопка с названием МОЗ Острова. Остров. Информация. На этой панели можно найти массу полезной информации. Ресурсы жителей постройки. Давай о жителях посмотрим. Насколько счастливы можно посмотреть, пока есть чем заняться. Закройте панель информации об острове, нажав соответствующую кнопку, щелкнув за границами панели. Счастье. Счастливый человек. Все счастливы, все хорошо. Также вам могут помочь информационные слои. Мне кажется, игра разоралась очень сильно. Я уже все. Я глохну, хотя музыка на минимум стоит. Как всегда. Информационные слои, которые отображают информацию непосредственно на основном экране. Нажмите на кнопку информационные слои в углу и выберите один из вариантов. Информационные слои это на О. О. Типа постройок. Ммм. Великолепно. Здесь можно найти информацию о том, какой уровень загрязнения у вас на островах. Насколько счастливы жители? Как распределяются ресурсы и так далее? Для всех кнопок есть всплывающие подсказки, из которых вы узнаете, что именно будет отображаться на экране. Пока что закройте меню информационные слои и вернитесь к обычному режиму просмотра. И, наконец, вы можете получить подробную информацию о каждом из ресурсов и их распределении на верхней панели. Это вот здесь я вижу. Да. Давайте побольше узнаем в инструментах. Инструменты. Здесь можно видеть, что очень много всего. Тут есть шкала, показывающая, сколько ресурсов из максимального количества доступно для хранения на складах. И шкала, показывающая, сколько ресурсов используется. Хорошо. То есть, что вы можете сделать? Включить информационный слои, поток ресурсов, хранение ресурсов для выбранного ресурса. Ой, господи. Щелкнув по диаграмме, вы увидите то здание на острове, к которому относится секция. Ну и, короче, маленьким бегунком можно зарезервировать. Хм, люди становятся несчастными, ведь им приходится усердно работать и терпеть загрязнение от некоторых построек. Несчастливые люди двигаются и работают медленнее, так что вам стоит их подободрить. Вы можете просмотреть сводку по жителям, нажав кнопку в верхней части экрана, или проверить уровень счастья определенного жителя, щелкнув по нему. Хорошо, договорились. Хорошо, хорошо, хорошо. Житель, открой график счастья. Так, помедленнее бегайте, трудоголики. Максимум, куда ж уж. Один из способов сделать людей счастливее, предложить им еду и пить ее лучшего качества. Давайте посадим овощи и вырастим немного чая. Позже вы также сможете растить сады, но для них климат этого строя не подходит. Ага. Ого-го. А подожди, а корабль-то когда я сделаю? Пока не можете этого сделать. Мне не хватает инструментов и досок. Это же почему так-то? Грустно, грустно. А? Это сложно, пока еще рано. Улучшаем постройки. Так, варианты клетка. Тоже все сложновато. Изучить садоводство и нужно построить, разбить два овощных поля и разбить два чайных поля. То есть у меня... Вот здесь вот есть вариант построить... Вот тут вот, говорю, вариант есть построить... Что такое? А-а-а. То есть вот здесь я построю еще поле с чаем. Чайное поле. Чайное поле вот тут должно быть. Красота же, красота. А вот сюда вообще по-хорошему-то надо было что-нибудь тоже посадить. То есть это, блин, я не очень рационально поступил. Ну давай вот здесь построим. Че ж тут? Еды вагон будет. Закачайся. На уровне счастья людей влияет окружающая среда. Вокруг больших постройок образуется сумрак, который делает людей, проходящих мимо несчастными. Люди, проходящие мимо незагрязненных свободных клеток или лесов, получают бонус пустоши. К уровню счастья. А, наконец-то у вас есть все, чтобы починить старый корабль. Наконец-то мать его за ногу. Ремонт. Так у меня и было же ведь. Че он мне? Мозгатка не фольт. Он меня обманывал. У меня это было все. Так, корабль пошел в строй. А че это такое? Типа людей, что ли, не хватает или что? Слушай, строится, как быстро, как быстро строится корабль. Вообще, по-хорошему нужно отделять промышленность, садоводничество, вот это вот, и жилую зону. То есть, и максимум, что нужно с жилой зоной рядом делать, так это грядки сажать. И не более того. А то люди, реально, они будут очень грустные. Так, а что это такое? Че это такое? Недостаточно работников. Да достаточно ты врешь мне. Че, серьезно, что ли? А у меня и досок-то недостаточно. Зато вон тяга, вот тут гулеванят. Ну-ка, смотри. Развлекаются, веселые. Да уж построили, построили, уже все. Все, остается ничего. Получает минус к счастью. Пусть не получают. Все хорошо. Готово дело-то? Готово дело. Ремонт корабля. Ваши люди отправляются в плавание. Им предстоит столько изучить и узнать. Попробуйте заселить новый остров и выяснить, какие открытия ждут вас там. Выберите корабль, затем щелкните левой кнопкой мыши по тому месту, куда хотите его переместить. Вы даже можете переместить корабль в место, которое не было разведано, кажется пустым. Когда найдете подходящий остров, разместите корабль рядом с ним, а затем щелкните по кнопке «Заселить». И там появится новый город. Ой. Слушай, круто. Поплыли. Ооо. Корабль. А это что такое? Клетка уже занята. Ладно. Поплыли туда. А я не трачу там бензин или что-нибудь еще такое? Пусть плавает. Типа хуже-то не будет. А, это полис другой уже. Ничего себе. Но поплыли сюда, на другую сторону. Дискавери. Воздух дрожит от жары. Ваш корабль обнаружил новый остров. Так, помедленнее время сделай. Нет, на котором нет и травинки. Пустыня пристарается до самого горизонта. Вы слышали, что в таких местах древние люди прятали сокровища, но вряд ли здесь что-то сохранилось. Здесь можно растить практически все, что угодно, только на плодородных зеленых клетках. Люди, уходящие слишком далеко от деревни, будут испытывать усталость. Тут очень жарко. Договорились, понял. Ну, давай заселить. Отлично. И на этом мы с тобой попрощаемся. Потому что... Потому что... Потому что... Пиши в комментариях обязательно, хочешь ли ты продолжение этой игры. Понравилась ли тебе игра. Обязательно напиши лайк, поставь комментарий. Увидимся с тобой в других игрушках обязательно. И, возможно, в следующей серии этой игры. Спасибо большое за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok